Игромания представляет Сразу признаюсь, что я небольшой знаток серии Metal Gear Solid Тем не менее, я играл в разные части Все время и в четвертую оценил И поиграл в Peace Walker И в третью поиграл и так далее Тем не менее, я не могу сказать, что хорошо разбираюсь в серии Но при этом я очень люблю стелс-игры И, по крайней мере, в них я себя ощущаю очень даже неплохо То есть я с огромным удовольствием прошел все части Intercell Я с огромным удовольствием прошел все части Thief Я с огромным удовольствием прошел все части Hitman И поэтому, когда появились первые трейлеры MGS5 Я был ими очень воодушевлен Потому что Кодзима обещал что-то до этого невиданное То есть стелс в огромном открытом мире С лошадьми, с прятками в лужах под дождем И много всего интересного Что поражало воображение Транспортные средства, большие базы Стелс во время дня, стелс во время ночи Понятно, что какие-то элементы из механики MGS5 Мы, наверное, видели в других играх Тем не менее, трейлеры показывали нечто грандиозное И мне очень хотелось это увидеть По словам Кодзима, ждать Metal Gear Solid V полноценный Нам его пришлось очень долго И поэтому разработчик вместе с Konami Решил выпустить в этом году Небольшое платное демо Как его прозвали журналисты Это Metal Gear Solid V Ground Zeroes Которое, ну, по сути, действительно представляет собой демо Итак, давайте разберемся Кочерыжка огрызок или полноценный качан Потому что это основной вопрос, который возник у игроков После выхода Ground Zeroes Напомню, что изначально игра была запланирована монолитно и единая Потом в какой-то момент выяснилось, что делаются два проекта Относительно небольшой Ground Zeroes и полноценный MGS И многие говорили, что Ground Zeroes будет какой-то неполноценной, недостаточной игрой И вот она вышла И посыпались шишки со всех возможных сторон Только ленивый, по-моему, не прошелся по длине игры И действительно При спокойной игре Ground Zeroes можно пройти, ну, часа за полтора-два А при скоростном быстром прохождении Игра проходится буквально за 25-30 минут И вот это многих ужаснуло Что за огрызы к нам подсунули? Как вообще в это можно играть? МГС длиной в два часа В предыдущих частях иногда ролик какой-нибудь один занимал чуть ли что не час Финальный, например, иногда даже больше И тут неожиданно вот вся игра занимает так мало времени И в итоге Хидео Кодзиме пришлось даже объяснять, как играть в его новую игру Чтобы получить от нее удовольствие Хотя на самом деле объяснять-то толком ничего было и не нужно Любой человек, который начинал играть в МГС Понимал, что проект весьма глубокий И нацелен не только на демонстрацию технологии Но и на полноценный геймплей По факту, да Основная сюжетная линия проходится за полтора-два часа Локация по сути одна Но что важно Новый МГС, Ground Zeroes Это игра, которая, с одной стороны, является полноценным стелсом, как и все предыдущие МГС Начиная с первой игры, высшей в 87-м году А с другой стороны, это некая новая веха в жанре стелс-игр Это первый полноценный стелс-проект, выполненный в открытом мире Сложностей, с которыми сталкиваются разработчики всех песочниц, всегда очень много И для того, чтобы создать полноценный стелс в open space, в открытом мире, в сэндбоксе Нужно приложить массу усилий Ну, представьте себе Все предыдущие МГСы были построены по принципу стандартного коридора Вас брали за ручку и вели по сюжетным линиям Отклонения были, ну, минимальные Их было очень немного при этом Но абсолютно каждый элемент игры был детально-детально проработан Как модель кораблика пластикового, где вот там каждую рюшечку, каждую ниточку вы деликатно пинцетиком ставите и приклеиваете И за счет вот этой детализации погружение в игру было максимальным Хидео Кодзима, он в чем-то даже не гейм-дизайнер, наверное, он постановщик Он умел проработать игру до таких мелочей, что в мир МГС игроки начинали верить, начинали в нем жить И было не совсем понятно, а как же вот в открытом мире можно проработать настолько детально вселенную игры Оказалось, что можно У нас есть огромная база и у нас есть набор заданий, которые мы можем выполнить Из них один сюжетный квест, который в среднем, ну, проходится часа за полтора-два И множество мелких подзаданий, различных аудиодневников и прочего контента, который может вас занять еще на какое-то количество времени Например, наш автор Максим Иванов, который написал отличную рецензию в журнал По-моему, уделил игре что-то около 10 или 12 часов И при этом он жалуется, что не прошел все задания При этом уже в интернете полно людей, которые выкладывают свои прохождения стопроцентные И счетчик показывает что-то в районе 20 часов То есть, да, некоторые жалуются, что игры не хватит и на полчаса Но это именно те люди, которым главное пробежаться по основному квесту и там отметить свое прохождение На самом деле, Ground Zeroes довольно глубокая штука И чтобы действительно посмотреть ее со всех сторон Чтобы как следует изучить механику и стать, что называется, про в игре Вам понадобится, ну, минимум часов 10 Так вот, что же представляет из себя Ground Zeroes? Это стелс-экшен и это действительно отличный стелс-экшен В первую очередь я хочу отметить классное управление Оно всегда было хорошим в Splinter Cell Оно было, ну, так себе в Hitman'е, в последних лучше Но в MGS, честно, для меня оно всегда было отвратительным Даже в последний Metal Gear для больших консолей, Metal Gear Solid 4 На мой взгляд, оно было жутко неудобным Я постоянно, что называется, спотыкался И очень надеялся, что когда-нибудь в будущем Kojima Productions смогут преодолеть эту трудность И, наконец-то, выкатят игру с действительно хорошим управлением Так вот, пятая часть, они, наконец-то, учитли многие свои ошибки И управлять Снэйком действительно одно удовольствие То есть вы бежите там от какого-то патруля, нажимаете кнопочку И Снэйк с разбега плюхается в грязь Вы проползаете, встаете, резко бросаетесь в сторону Перепрыгиваете через заборы И все это происходит действительно быстро, удобно, плавно Наконец-то можно забыть о неповоротливом главном герое О проблемах с прятками О проблемах с прилазиванием через какие-то препятствия Теперь все происходит так, как вы это задумали То есть, если вас и ловят, например, охрана То только потому, что вы сделали что-то не так Что вы сглупили, а не потому, что вам помешало какое-то корялое управление Или нелепый дизайн уровня Надо сказать, что Ground Virus во многом поражает Да, это демка, но при этом она показывает, что в Metal Gear Solid 5 нас ждет много чего действительно крутого То есть вы попадаете на эту базу И для начала вы не знаете, что вам нужно делать То есть, да, вы знаете, что вам нужно вызволить Паку и Чико Это герои из Space Walker В части для Pace Vita Но при этом вы не знаете, где они находятся В божественно поставленном интро вы видите какие-то клетки Вы видите, как главный злодей Skull Face Медленно подходит к ним Как он издевается на Чико Но вы не можете понять, где это было Потому что и таких клеток, и таких лагерей по всей базе Ну, действительно, несколько, три или четыре Поэтому вам придется действительно облазить всю базу И самостоятельно выяснить, где же находятся ваши цели Честно говоря, в 2014 году, когда мы привыкли, что везде постоянно есть маячок Что у нас есть мини-карта, на которой все отмечено Видите, такое удивительно Тебя будто слепого котенка выкидывает в открытый мир И просит там что-то сделать И первое время ты не можешь свыкнуться с мыслью, что По сути попал снова в 90-е, ну, или в ранние 2000-е Тем не менее, этот ход, который кто-то назовет олдскульным Он действительно дарит свежие ощущения И это, наверное, поражает Metal Gear больше всего Ты действительно учишься играть, ты учишься выживать в этом открытом мире Ты учишься его правилам И это, на самом деле, очень хорошо погружает в механику И заставляет проникнуться ей на тех уровнях, о которых ты даже не ожидал В Ground Zeroes главным сценаристом игры является даже не Хидео Кодзима Не команда разработчиков, а вы, игрок В самом начале вы оказываетесь в этом open space гигантском И у вас есть некое задание, но вы не знаете, как и где его надо выполнять Представьте себе, вы оказываетесь в открытом мире И для того, чтобы найти ближайшую точку входа в сценарный поток Вам нужно немало соображать Ну, то есть, условно говоря, забраться куда-то повыше И оглядеться на местности, чтобы вообще понять, куда двигаться А дальше начать выяснять детали этого мира Очень многих персонажей можно, условно говоря, взять за шкерняк Приставить нож к горлу и попытаться выяснить его какие-то детали И очень многие персонажи, с которыми вы в игре столкнетесь Расскажут вам какой-то интересный факт О окружающем вас пространстве И вот из этих маленьких-маленьких-маленьких деталей Вы и будете складывать для себя сюжетную линию Это первый пласт игры, от которого получаешь, ну, максимальное, на мой взгляд, удовольствие Кроме этого, можно прослушивать аудиозапись И тоже узнавать что-то новое об этом мире Второй важнейший пласт игры заключается в том, что Каждое задание и каждую миссию вы сами режиссируете для себя Совсем не обязательно красаться в потемках, пытаться проникнуть и убить какого-то ключевого персонажа Из такой заданий перед вами поставлен Ведь раньше МГС была чистой стелс-игрой И за любую пальбу и стрельбу вас практически всегда жестоко наказывали В Ground Zeroes такого жесткого ограничения уже нет Да, в большинстве случаев задание нужно выполнять тайно и скрытно Но при этом вы можете сделать это открытым Например, сесть на БТР, заехать на территорию какой-нибудь воинской части И все там разгромить И если у задания нет жесткого условия, что его нужно выполнить скрытно Такое прохождение тоже допускается Так вот, после интро Снейк находит себя на какой-то скале Идет дождь, темно И ты понимаешь, что чтобы нормально выполнить операцию, тебе нужно быть очень осторожным Ты вытаскиваешь бинокль Как в третьем Far Cry начинаешь отмечать всех врагов Чтобы они оказались на миникарте Отмечаешь важные объекты Отмечаешь зенитки Потому что после выполнения операции тебе нужно будет вытащить из базы пленных И для этого понадобится вертолет А зенитки не дадут ему улететь То есть ты должен сначала их уничтожить И делать это лучше одновременно То есть расставить везде бомбы С4 И потом взорвать их в один момент Ну, чтобы не поднять тревогу лишний раз И чтобы взорвать уже следующее было не так тяжело Ты отмечаешь всех врагов, которых можешь Ты отмечаешь важные объекты Ты подмечаешь автомобили и БТР Которые можно использовать И ты пытаешься понять, где же находятся пленники Честно говоря, в первое же прохождение у меня вышло очень сумбурным Да, я сначала начал осторожно Я отмечал, где находятся вышки, где находятся враги Но буквально через минуту меня обнаружили Я не смог убить врага, который меня заметил И поэтому я со всех ног побежал к БТР Сел в него и устроил какую-то вакханалию на этой базе Я начал уничтожать всех подряд Взрывать все, что мог И буквально просто пронес шаровой молнией по всему лагерю Убил, наверное, что-то около 80% врагов И довольно успешно выполнил задание То есть я спас обоих пленников И на все это мне понадобилось буквально минут 40 Но сами понимаете, это было далеко не чистое прохождение И я не получал от него большого удовлетворения Тем не менее, это было действительно неожиданно Во второй раз я поступил немного хитрее Совсем немного Я убил водителя джипа И просто на нем прокатился до нужных мне мест Незаметно затащил в машину пленников И поочередно их вывез с базы на вертолеты Тоже прохождение нельзя было назвать совсем чистым Но тем не менее, я убил там всего лишь 5 или 6 врагов И оно подарило мне новое ощущение Потому что ты когда проносишься на джипе мимо патрулей И если ты ведешь себя адекватно В целом они не могут сразу догадаться Что за рулем находится чужак Потому что темно И кто же там будет вглядываться так внимательно в окно Когда джип проезжает на большой скорости Конец третьему прохождению Я уже как следует освоился со стелс-механикой Я послушал аудиодневники Которые здесь, к слову, потрясающе поставлены Это какая-то незабываемая режиссура Еще никогда со мной не было такого Чтобы я сидел и часа полтора подряд слушал аудиозаписи Потому что они так здорово поставлены Они так здорово срежиссированы Что тебе просто не хочется их выключать И ты не хочешь одновременно играть Хотя вот такая возможность есть Потому что ты не хочешь отвлекаться Настолько там все здорово Так вот, во время третьего прохождения Я уже освоился с механикой Я изучил базу Поэтому был гораздо внимательнее Старался не убивать врагов Допрашивал их по возможности Чтобы узнать расположение каких-то важных объектов Оружейных складов Где можно достать новое оборудование И нахождение военно-пленных Не только основных, но и дополнительных Благодаря этому я, во-первых, собрал неплохой инвентарь Во-вторых, я смог вытащить почти все дополнительные цели И я их перенес на своих плечах в одно ущелье Там было довольно темно И поэтому удалось незаметно устранить всех противников Которые его охраняли Точнее, не охраняли, а искали там что-то рядышком Я вытащил туда около 8 или 9 военных пленных И решил уже в последнюю очередь спасти паз Это была моя последняя цель Потому что Чико уже находился в ущелье Так вот, я пробрался в этот бункер По канализации вытащил эту паз И тут меня поймали То есть включилась сигнализация И пришлось прорываться с боем Устроил дикую перестрелку Угнал здоровый грузовик Кинул паз на соседнее сиденье И, сбивая всех подряд Помчался к этому ущелью Последние секунды просто бежал с ней на плече Отстреливался Все как в лучшем голливудском кино И, соответственно, я прибегаю к этому ущелью Вызываю вертолет Отстреливаюсь, его обстреливают Вокруг там куча врагов Я кидаю гранаты И во время этого успеваю Одного за другим переносить в кабину вертолета пленников Когда я наконец-то затащил туда последнего, девятого С души просто как будто упал камень С на их заорал пилоту Взлетай И я отстреливаюсь Сидя там в кабине Это было очень здорово Действительно как в крутом голливудском фильме И между тем всего этого могло и не быть То есть я мог вытащить всего лишь две свои цели Тихонько Без всяких погонь Без перестрелок И даже не знать, что там были еще какие-то другие пленные Не собирать оружие и так далее Кидео Кодзима совершенно правильно говорил Перепроходите игру Старайтесь выполнить ее на максимум Старайтесь получить максимум ачивок Только в этот момент вы начнете получать удовольствие от игры Потому что просто полтора-два часа игры геймплея Сквозного следования по сюжету И выполнения каждого задания одним единственным способом Это да, интересно, но этого недостаточно Именно когда вы начинаете перепроходить игру Именно когда вы понимаете, что одно и то же задание Можно выполнить, но иногда десятками разных способов Вы понимаете, в чем заключается открытый мир Ground Zero И в этот момент приходит понимание А что же будет в следующей части Где вот все вот это будет умножено Но я не знаю на сколько Я подозреваю, что раз в десять-то игра точно будет больше А может и в большее число раз Поливариативность фантастическая Важно грамотно научиться ей пользоваться Одна из важных условий популярности любой игры с открытым миром Это умение генерировать истории Это даже не просто проработка мира А возможность получить абсолютно эксклюзивный Свой собственный опыт для каждого игрока Ну вот простой пример, там, Скайрим, например Начинаешь играть в игру Поиграл часов в десять-пятнадцать Прошел какое-то количество ключевых и побочных заданий А дальше встречаешься с человеком Который тоже поиграл примерно это же время И начинаешь с ним обсуждать игру И понимаешь, что его история путешествий в этой игре Принципиально отличается от того, что видел ты Так вот, Ground Zeroes И смотря на то, что здесь очень ограниченное пространство И ограниченное число заданий Есть ощущение того, что ты проходишь свою собственную игру Ты сам придумываешь ее для себя При этом, конечно, у игры есть и небольшое количество проблем Ну, про объем контента уже все все поняли Что, да, его намного больше, чем просто на полтора-два часа То есть можно и десять, и пятнадцать, и двадцать часов играть Но все-таки это ограниченное пространство И общее количество заданий, ключевых и основных Относительно невелико Надо выискивать побочные задания Они тоже очень интересные Надо перепроходить основные задания Чтобы они игрались совсем по-другому Но самое, наверное, обидное Что в Ground Zeroes есть проблема с интерактивностью Ну, там, простой пример Вы садитесь в бронетранспортер Едете на штурм какой-то базы Или, наоборот, улебетываете от какой-то погони На вашем пути попадается какой-то маленький деревянный заборчик Вы, естественно, думаете, что сейчас вы его сметете и поедете дальше А техника упирается в него и не сметает Его не может проехать Вот такие вещи немножечко выбешивают Потому что открытое пространство Огромная поливариативность поведения Но вот такие мелочи, которые откидывают нас там лет на пять, наверное, в игровой индустрии Когда интерактивное окружение было еще далеко не во всех играх Сейчас мы привыкли, что если ты видишь что-то, что должно легко сломаться Оно чаще всего легко ломается А в Ground Zeroes, к сожалению, вот этот уровень интерактивности не достиг Отчасти понятно, что работа проделана колоссальная И поливариативность поведения настолько высокая Что вот на эти мелочи просто, наверное, не хватило силы времени Но ждешь-то большего Я не могу сказать, что вот такие вот недоработки сильно мешают геймплею Но когда ты в игре с ними все-таки встречаешься Ну, такая вот легкая досада появляется Ну, ну что, черт подери Отдельные вещи касаются неграмотно настроенных триггеров Ну, то есть, например, есть задания, которые вы начинаете выполнять Что-то происходит, вы же какие-то действия совершаете В какой-то момент вас убивают И, в принципе, по локации грамотно очень расставлены зоны сохранения Но иногда вас откидывают все-таки достаточно далеко назад И в какой-то момент неожиданно вы обнаруживаете, что вас откинуло назад Что вот все, что вы выполняли на протяжении последних 15-20 минут Откатилось назад на эти 20-30 минут Но трупы, например, почему-то продолжают лежать И противники в какой-то момент на них натыкаются и поднимают тревогу Хронологический диссинхрон Когда трупы, по идее, тоже должны были откатиться назад Вы же еще действий никаких не совершили по хронологической шкале И никого не убили Но действия основные и сюжетные откатились назад А трупы почему-то остались на одном месте Опять же досадная недоработка, которая иногда появляется В некоторых моментах при перепрохождении миссии Триггер срабатывает нормально В некоторых случаях почему-то трупы остаются И понятно, что когда трупы остались То вам сложнее пройти эту миссию В итоге приходится там несколько раз умирать Чтобы это откатилось на нормальное состояние Мы уходим в зону, возвращаем к базе Конфирм, таргет безопасен В первую очередь Metal Gear Solid Ground Zeroes Это крутая песочница В которой, к сожалению, не очень много контента все-таки И понятно, что ты не сможешь провести в этой игре Там очень-очень много часов, на мой взгляд Потому что все равно приедается Локация одна и та же Ты ее быстро изучаешь и так далее Но если вы действительно любите Metal Gear Solid Вы откроете для себя очень много всего Там очень много дополнительного контента На радость фанатам И аудиодневники, опять же, замечательные Но самое главное, что вы поймете потенциал пятой части И, наверное, будете ждать ее еще сильнее Если это возможно В то же время всем поклонникам стелс-экшенов Я тоже советую ознакомиться Нельзя сказать, что Ground Zeroes во многом круче Splinter Cell какого-нибудь Тем не менее, в Splinter Cell никогда не было Открытого мира, не было транспортных средств И уже, по крайней мере, этим Metal Gear Solid выигрывает Единственная проблема, которая есть у этой игры Это, наверное, все-таки ее цена Стоит Ground Zeroes официально что-то около 1000 рублей Но при этом наши российские ритейлеры Почему-то завысили цену до облачных высот И в некоторых магазинах можно найти Ground Zeroes По цене 2-2,5 тысячи Эта цена, разумеется, неприемлема И за такие деньги я бы ни в коем случае сам не покупал эту игру И никому бы не советовал Потому что, ну, действительно, для таких денег Вне слишком мало контента И это действительно платная демо Но в то же время 900 рублей кажется все-таки высоковатой Но более-менее адекватной ценой Потому что я лично, как поклонник стелс-экшенов Был очень рад оценить, что мне предложило Ground Zeroes И с удовольствием уделил я там 8-9 часов Что, в принципе, хрометраж любой почти современной АА-игры Так что осторожно рекомендую поклонникам стелс-экшенов И, разумеется, в первую очередь поклонникам Metal Gear Solid Всем же остальным, которые, ну, просто проходят мимо Наверное, все-таки стоит воздержаться Потому что слишком дорого Моя оценка Metal Gear Solid V Ground Zeroes 8 баллов Это хороший стелс-экшен И хорошая демонстрация того, что нас ждет в будущем В 2015 году Ну, в общем, что вам сказать Игра получилась отличная Надо только научиться получать от нее удовольствие И все-таки самое главное, что сделала Ground Zeroes Она показала, какой будет следующая часть МГС У меня, честно говоря, вот уже руки трясутся Просто хочется поиграть в игру, в которой вот все те задумки Которые реализованы в Ground Zeroes Будут представлены в значительно большем объеме С размахом Кодзимы А он умеет делать постановки Наверное, никто в игровой индустрии Мне очень хочется поиграть в игру, в которой Основная сюжетная линия будет, ну, часов на 10-15 Моя оценка Ground Zeroes 8,5 баллов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok